Всем привет из Подмосковной Купавны. Я иду встречать... А кого я иду встречать? Нимфоведа или нимфееведа? Ну, короче, человека, который разводит нимфеек, прекрасных, сказочных принцесс. Расспросим у нимфеевода, как с нимфейками обращаться, чтобы им понравилось в моём прудике. Итак, нимфеевед уже отзвонился, вот-вот подъедет, и я иду его встречать в Калитке. Приглашаю вас тоже с собой. Нимфеевед – это что? Это наши полосы растения, с желтыми цветочками. Понятно. Ну, то есть кувшинки такие, да? Или как? Ну, да, он, в принципе, зимует. Его сразу, наверное, куда-то... Да нет, он плавающий. Не надо посадить его. Плавающий. Просто плавает? К берегу, потом прибьётся. А тогда положите его куда? Так, это нимфейник, значит. Просто плавающий. Потом сам распрямится. И как за ним ухаживать? А никак, он сам по себе растёт. Понятно. Этот нимфейник – бонус к трём сортовым нимфеям, которые я сегодня покупаю. Из Википедии. Нимфейник. Также болотноцветник. Род водных растений. Растёт в озёрах, в старицах, в прудах. Цветки ярко-жёлтые или белые. Так, ну вот это вот чёрная принцесса я вам с бутончиками привёз, чтобы побыстрее зацвела. Это аттракцион. И там что-то третий у нас. А, Нурмагаде. Большие жёлкие. Как шары. Так, вы мне их как-то чего-то куда-то сделаете или... А вы сами опустите, аккуратно опилочки метёте. Опилочки убрать и вместо них гальку положить. Да, если рыба есть галька, если нет маха. Рыбы нет. Да, можно ничего не класть. Они всплывёт? Нет, нет, ничего не класть. Вот, смотрите, у меня много мха. Из-за мха, вернее, мох как раз у меня очищает воду. Без проблем. Не будет вреда нимфеям? Нет, ничего не будет. Главное дело, чтобы они не забили. Нет, но видите, у меня не забивают. Ещё, вот тут у меня глубоко. Ну, то есть, где-то 80, наверное. Ну, нормально, для Нурмагаде отлично. Нет, но там у меня всё забито листвой. У меня вот здесь огромная берёза росла. И всё там как бы перегнивает. Ну, у вас сейчас чистая вода. В принципе, пылесоса нет водной? Нет. Ну, если лишние деньги есть, можете купить. Очень полезно. Нет, лишних нет. Я лучше так уберу. У меня мох всё очищает. Вот я его собираю, а на нём вся листва, все эти вот лепестки. Да, я её как бы рекомендую удалять. Очень удобно. Ну, я лишнюю удаляю. Так мне их на какую глубину сейчас посадить? Вот это можно вот здесь прямо вставить. Вот в серёдку. То есть, и дальше я что должна делать с ними? Ничего, поставьте, и всё. И всё? И всё. И ждите пока сойти вылезет. Так, дальше. Дальше, когда контейнер заполнится, вы видите, когда он распирать начнёт, вы тогда пересадите больше ёмкость. У вас лучше в тазы строительные возьмите, такие чёрные продаются, знаете, 20 сантиметров высотой. Диаметром сколько? Они обычные тазики такие. Ну, сколько там в диаметре? Ну, раза в 3-4 шире, чем вот эта контейнер. И всё, и туда пересадите. Это в середине лета где-то. Но их дыряют? Нет, не надо. Дыряют, ничего. То есть, в середине этого лета я их достаю, пересаживаю. Да, там удобрение как раз на сезон, удобрение тоже туда. Прямо целиком. Раз, только и по центру. Ну, естественно, садовой земли насыпется плодородной, и всё. И сока ничего добавлять не надо. Угу. Не камушков, ничего. Ну, камушки это для красоты, если хотите. Это только для красоты. Потому что обычно, если рыба, то она рыхлит. Вот так, как камушки. А если у вас рыбы нет, то... Нет, рыбы нет. Мне их жалко, они потом погибают. У меня уже был опыт, вон соседи напустили карасиков. А если следите, чтобы на нефея не капала, вода светит? А, вот как раз хотела спросить. Потому что... Я сейчас включу, посмотрите. Ну, чтобы на них не попадало, потому что если попадёт, то они как, это... Увеличительное стекло прожигает листья, что солнце светит, то они увеличат, иди сюда дырки, дырки вот у них. Так. Ну, вот примерно где мне их посадить? Ну, куда не попадает вот это вот, куда и так дырить. В принципе, получается вот сюда ближе надо. Или вообще не включать. Да нет, ничего страшного. Там ещё какую-то листью попадёт, ничего страшного нет. Да страшно быстро траскают листью. Так, теперь осенью я что с ними должны сделать? Вы должны или их заглубить на глубину где-то метр, но у вас такой нет. Нет, метра у меня нет. Или тогда вот так же засыпаете их опилками влажными в пакет, в пакете делается небольшие дырочки и в холодное помещение типа погреба есть что-нибудь делать? Ну, они замерзнут здесь, в погребе мы не живём. Ну, в общем, вот такой вариант. Третий вариант колодец, если есть здесь. Колокс тоже нет? Придётся копать ещё один крюкер. Ну, тогда ещё один вариант это выкопать яму глубиной метра, метров двадцать и туда опустить. С водой какой-нибудь пьём. Или бочку закопать вот эту. Ну, бочку вы туда трините и не поставите. Нет, в контейнерах можно, а если в тазу будет, уже не поставите. То есть надо будет копать, как я и полагала. Потому что от жадности я понимаю, что сюда три мельфея у меня не уместятся. Нет, у нас как раз в три нормально здесь. Да? Да, нормально. Ну, я подумала, что я ещё сюда... Можете вот сюда поставить пока что. Вот, у которой листья помечут. Вот это, да? Или вон... А, там тоже есть листья. Поставить вот сюда. Они сейчас маску наберут листовую и переставить сюда. Это где-то через две-три. Так, осенью, значит, поглубже надо. Метр двадцать, говорите. Да, конечно. Главное дело, чтобы они в лёд не вмертвы. Если они в лёд вмерзают, у них корни разрываются, они погибают. А у них листья надо удалять? Да, листья обрезаете, оставляете только вот эти вот такие вот листья. Так, покажите. Вот видите, вот маленькие вот такие вот листочки оставляете. А, вот эти. Да, остальные все удаляете. Все удаляем. Так, понятно. Ну, осенью какие-нибудь удобрения для них. Нет, все, тут на сезон. В этом году ничего добавлять не надо. Там достаточно. А, весной следующее? Там осмотические удобрения специальные. С мембранного типа. Поэтому... И где можно купить? Ну, вон, вы берёте в интернете, а самокод, если что, у меня можете купить. Я пока с тобой не взял их, они заказывали. Так что такие пироги. Всё. Так, ну я всё спросила. Ну, если что, я вам позвоню. Звоните, конечно. Можете в WhatsApp найти, можете как. Угу. То есть, как бы, без проблем. Хорошо. На все вопросы отвечу. Спасибо. Всё, до свидания. Всего доброго, до свидания. Всё, сейчас будем сажать. Поздравляю тебя. Так, ура, ура. Что значит, зоня? Субтитры сделал DimaTorzok Вот они, мои будущие красавицы. Так, как вы себя тут чувствуете? По-моему, хорошо. Вот она здесь такая. Теперь будем ждать, когда же они расцветут. Вот такие дела в моём царстве государстве. Да, чуть не забыла. Мой новый знакомый, как специалист по водным растениям, наконец-то раскрыл тайну моего мха, из-за которого вот уже много лет прозрачная вода в моём пруду. Наконец-то вы узнаете, как его зовут, этот самый мох. Но это в следующем видео. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Продолжение следует...